сегодня мы научимся находить инфракрасный мяч с помощью инфракрасного поисковика датчик airseeker обладает возможностью определить местоположение источника инфракрасного сигнала как он работает инфракрасный мяч снабжен двадцатью светодиодами которые излучают импульсный инфракрасный сигнал на настраиваемой частоте и датчик airseeker находит его с расстояния около двух метров первые версии airseeker работали в постоянном режиме и он реагировал в том числе на отраженный солнечный свет либо на какие-то другие источники инфракрасного сигнала у меня в руках airseeker второй версии и он сонастроен с мячом таким образом чтобы реагировать только на мяч airseeker определяет сектор расположения мяча в диапазоне от 0 до 9 0 означает что мяч не виден либо находится слишком далеко либо за спиной у робота единица означает что мяч далеко слева девятка справа и пятерка означает что мяч строго перед роботом давайте попробуем обеспечить управление роботом для того чтобы он следовал за мячом с помощью airseeker для этого во первых установим датчик сверху на робота слегка наклонив его вперед так чтобы мяч находящийся рядом с роботом тоже был виден крепление airseeker будет не очень прочным но для нашего случая вполне достаточным я креплю его только на один штифт далее он прижимается корпусу с помощью кабеля для того чтобы ездить за мячом слегка подталкивая его установлю простенький бампер этого достаточно дело в том что инфракрасные излучатели расположены на мяче не повсюду их всего 20 штук и для того чтобы датчик видел этот мяч хорошо было бы чтобы инфракрасный излучатель был направлен строго на датчик но такое происходит не всегда поэтому мы стараемся сделать так чтобы мяч находился все-таки перед airseeker и на достаточно большом расстоянии хотя бы сантиметров 5 чтобы между ними было иначе может возникнуть ситуация в которой два излучателя находится справа и слева от датчика и он не принимает сигнал построим программу для того чтобы робот двигался вслед за мячом передо мной заготовка программы для движения мобильного робота но в самом начале необходимо инициализировать датчик airseeker для этого заходим в пользовательские библиотеки high-technic sensors здесь есть два блока инициализации airseeker первый из них относится к первой версии airseeker и нам не подходит второй отличается красным ромбиком в левом верхнем углу и это то что нам нужно если в вашем роболабе нет такого блока значит необходимо установить патч для датчиков сторонних производителей которые берется на сайте legoengineering.com итак датчик инициализирован и можно определить отклонение ошибка е будет равна 5 минус с 1 5 это пятый сектор это желаемое направление на мяч таким образом робот будет стремиться поддерживать направление на центральный сектор управляющие воздействия рассчитаем как коэффициент 10 умножить на ошибку достаточно большой коэффициент нужен потому что отклонение по сектору очень невелико с одной стороны максимум 4 пункта с другой стороны максимум 5 пунктов таким образом мы должны ставить достаточно большой коэффициент далее я буду вынужден заменить направление управляющего воздействия на минус 50 минус у 50 плюс у это связано с тем что сектора расположены в заданном порядке и мы должны это учитывать проверим как работает эта программа чтобы мяч начал излучать сигнал включу его с помощью ручки готова красный индикатор означает что мяч включен если индикатор мигает значит батарейки в нем садятся мы увидели что робот едет за мячом недостаточно уверенно это связано с тем что усиливающий коэффициент слишком мало и первое что могли бы могли бы сделать это увеличить усиливающий коэффициент ну например в два раза это нам уже обеспечит более уверенное движение но мы имеем возможность воспользоваться дополнительными свойствами нашего датчика дело в том что внутри него находится 5 фотодиодов каждый из которых воспринимает получаемый инфракрасный сигнал и возвращает его интенсивность в виде числа от 0 до 255 каждый из этих пяти чисел является системной переменной среды роболаб и называется стрэнкс подчеркивание 1 2 3 4 5 кроме того возвращаемый сектор также является системной переменной среды роболаб и называется дир и мы можем использовать вместо с 1 обозначение дир но вернемся к интенсивности сигналов получаемых фотодиодами мы можем построить регулятор такой же как для движения по линии используя пары фотодиодов достаточно найти разность между двумя крайними фотодиодами и между двумя средними эта разность уже будет отклонением относительно источника инфракрасного излучения давайте построим дополнительное управляющее воздействие первое обозначим как у 1 второе назовем у 2 первый датчик фотодиод имеет название стрэнкс подчеркивание 1 из него вычитаем стрэнкс 5 и умножаем это на небольшой усиливающий коэффициент например две десятых поскольку значение интенсивности достаточно велико и возьмем вторую пару датчиков стрэнкс 2 минус стрэнкс 4 и это тоже умножим на небольшой усиливающий коэффициент четыре десятых дальше складываем два управляющих воздействия и загружаем программу давайте попробуем настраивая коэффициенты в нашем управляющем воздействии мы можем сделать движение робота за мячом более стабильным если мы видим что он двигается рывками то конечно же стоит коэффициенты понижать вплоть до того чтобы сделать их раз в 10 меньше далее теперь мы можем перейти на движение по компасу когда мяч находится достаточно близко к роботу робот принимает решение о том что мяч нужно ввести в сторону ворот противника как настоящем футболе для этого он просто переключается на другое управляющее воздействие а как определить что мяч близко к роботу самый простой способ это определить интенсивность на центральном фотодиоде если она достаточно велика то мы можем поворачиваться уже по компасу установим компас подключим его на второй порт и теперь немного поправим программу самом начале мы уже рассчитали управляющие воздействие для движения по мячу и теперь мы могли бы определиться будем ли мы двигаться по компасу для этого ставим развилку развилку рекомендуем делать по контейнеру и не использовать стандартные стандартные ветвления от хай техник потому что они работают достаточно медленно контейнер обрабатывает значение переменных быстрее теперь необходимо указать контейнер который мы будем сравнивать это будет именованный контейнер с именем стрэнкс 3 то есть значение интенсивности на центральном фотодиоде и сравнивать мы его будем с некоторым числом это число можно было бы определить так вывести на экран показания датчика на центральном фотодиоде и поднести мяч достаточно близко мое значение будет около 200 у каждого датчика у каждого робота может быть свое и так 200 если интенсивность превышает число 200 значит мне нужно переключиться на компас добавляем f от x нижняя ветвь остается пустой в f от x нам необходимо рассчитать управляющие значения по компасу найдем ошибку как показания датчика компаса минус альфа азимут сейчас я употребил сразу две неопределенных ранее величины во первых необходимо инициализировать компас во вторых взять азимут сделаем это так же как делали раньше в начале инициализация компаса на втором порту затем небольшая задержка поскольку компас инициализируется медленно затем с помощью f от x берем азимут альфа равно с 2 теперь можно закончить формулу расчета управляющего воздействия по компас управляющие воздействия будет равно корректировка модуля значения минус е умножить на 180 минус е делить на 180 умножить на 360 и усиливающий коэффициент пока что поставим единица может быть даже придется его сделать меньше теперь алгоритм готов загрузим его и проверим перед стартом робот направляется на ворота соперника и берет азимут затем он начинает движение в сторону мяча и когда мяч оказывается достаточно близко поворачивается в сторону ворот соперника таким образом слегка подталкивает мяч возможно что это движение получится не немного неказистым но тем не менее робот будет очень стараться давайте посмотрим мы построили самый простой алгоритм для игры в автономный футбол роботов это одно из самых сложных соревнований которые сделаны для конструкторов лего и они проводятся на всемирном уровне россия в двенадцатом году становилась чемпионом мира по футболу автономных роботов попробуйте и вы поучаствовать удачи